Таблица умножения числа 3 И на 3 А также учились применять полученную таблицу при решении различных заданий Для того, чтобы узнать, какая тема сегодняшнего урока, я предлагаю вам расшифровать слово и решить примеры 3 умножить на 9 получается 27 Найдите произведение чисел 3 и 7 Получается 21 Первый множитель 5 Второй множитель 3 Чему равно произведение? Правильно, 15 6 умножить на 3 получается 18 3 умножить на 2 6 По 4 взять 3 раза Получается 12 И последний пример 3 умножить на 3 получается 9 Итак, мы решили с вами примеры Теперь вам нужно полученные результаты поставить в порядке возрастания И вы сможете прочитать слово Какое получилось у вас слово? Правильно, деление Итак, тема сегодняшнего урока Деление на 3 Сегодня на уроке мы с вами должны будем научиться выполнять деление на 3 И должны будем составить таблицу деления на число 3 А сейчас я предлагаю вам рассмотреть внимательно данный рисунок Посчитайте, пожалуйста, сколько яблок вы видите на рисунке Их 5 столбиков, по 3 яблока в каждом столбике Как запишем это примером? Правильно, по 3 взять 5 раз 3 умножить на 5 получается 15 Вспомните, пожалуйста, переместительное свойство умножения От перестановки множителей произведение не меняется Составьте второй пример на умножение Правильно, 5 умножить на 3 будет 15 Вспомните, с каким действием связано действие умножения Правильно, действие умножения Умножение связано с действием деления Составьте теперь по этому примеру на умножение 2 примера на деления 15 разделить на 3 получается 5 15 разделить на 5 получается 3 Аналогично этому заданию Есть в нашем учебнике математики на странице 92 номер 1 Посмотрите внимательно на рисунки и примеры в этом задании Я уверена, что вы сможете его самостоятельно решить в домашнем задании Для того, чтобы быстро решать примеры и задачи, нужно знать хорошо таблицу умножения Я надеюсь, что таблицу умножения, которую мы составили на прошлом уроке с числом 3 вы уже выучили хорошо наизусть Давайте проверим Назовите, пожалуйста, только ответы таблицу умножения на 3 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 Мы помним с вами, что умножение связано с делением Поэтому, используя таблицу умножения числа 3 Составим таблицу деления на число 3 3 разделить на 3, получается 1 6 разделить на 3, будет 2 9 разделить на 3, получается 3 12 разделить на 3, 4 Если мы 15 разделим на 3, то получится 5 18 разделить на 3, будет 6 21 разделить на 3 – 7, 24 разделить на 3 – 8, 27 разделить на 3 – 9, 30 разделить на 3 – 10. А сейчас давайте посмотрим, как нам могут помочь таблицы умножения и деления при решении задач. Прочитайте, пожалуйста, задачу. В вазы разложили 12 апельсинов, по 3 апельсина в каждую вазу. Сколько ваз с апельсинами получилось? Итак, ребята, что нам известно в задаче? В задаче сказано, что было 12 апельсинов. Что делали с апельсинами? Правильно, их раскладывали в вазы. Как раскладывали? По 3 в каждую вазу. Какое слово поможет вам выбрать правильное действие для решения? Верно, это слово разложили. Разложили – это значит разделили. Итак, 12 апельсинов разделили по 3 и получили 4. Проверяем. 12 разделить на 3 будет 4. Итак, ответ – 4 вазы получилось с апельсинами. Давайте решим следующую задачу. Бабушка раздала 9 конфет поровну 3 внукам. Сколько конфет получил каждый? Что нам известно в задаче? В задаче известно, что у бабушки было 3 внуков. И им она раздала поровну 9 конфет. С помощью таблицы деления мы легко запишем решение данной задачи. 9 разделить на 3 получится 3. По 3 конфеты получил каждый ребенок от своей любимой бабушки. Давайте теперь посмотрим, как использовать таблицу умножения и деления при решении числовых выражений. Найдите ошибки, допущенные при решении примеров. 6 разделить на 3 получается 2. Верно решен пример. 12 разделить на 3 получается 2. Конечно, это неверный решенный пример. Поэтому ответ будет 4. Решаем третий пример. 15 разделить на 5 получается 3. 3 увеличить на 20 будет 23. Следующий. 27 разделить на 3 получается, конечно же, не 8, а 9. И последний пример. 2 умножить на 9 будет 18. 18 разделить на 3 получается 6. Вот видите, ребята, как знания таблицы умножения и деления помогли нам найти и исправить ошибки. Итак, ребята, наш урок подходит к концу. Давайте подведем итог. Сегодня мы с вами составили таблицу деления на 3. Мы применяли знания таблицы умножения и деления на 3 при решении различных примеров и задач. А теперь пришло время записать домашнее задание. Вам нужно выполнить на странице 92 номер 3. Решить задачу. И номер 1. Проанализировать и решить примеры устно. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч. Здравствуйте, ребята. Тема нашего урока – синонимы-антонимы. Прочитаем отрывок из сказки Валентина Катаева «Цветик-семицветик». Старушка сорвала с грядки и подала девочке Жене очень красивый цветок, вроде ромашки. У цветка было 7 прозрачных лепестков. Желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. Какие слова помогли вам представить красоту «Цветика-семицветика»? В какой части речи относятся эти слова «Красоту», «Цветика-семицветика» нам помогли представить прилагательные. Красивый, желтый, красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый и голубой. Это имена прилагательные. А давайте вспомним, что такое имена прилагательные. Слова, которые обозначают признаки предметов и отвечают на вопросы «Какой», «Какая», «Какое», «Какие» называются именами прилагательными. Какую же роль выполняют они в тексте? Имена прилагательные помогают описать предмет, делают нашу речь точной, яркой и выразительной. Угадаем, какие словарные слова спрятались. Неуклюжий, хищный, бурый, косолапый, медведь. Следующий. Сильный, снежный, злой, трескучий, мороз. Белое, ароматное, парное, сгущённое, молоко. Пожарная, швейная, красная, легковая, машина. Какие слова вам помогли узнать предметы? Как называются эти слова? Имена прилагательные. Имена прилагательные связаны с именами существительными по вопросам. А сейчас выберем прилагательные, обозначающие хорошие качества человека, и прилагательные, обозначающие плохие качества человека. Перед нами имена прилагательные. Трусливый, храбрый, робкий, мужественный, застенчивый, смелый, нерешительный, отважный. Что у нас получилось? Храбрый, мужественный, смелый, отважный. Хорошие качества человека. Трусливый, робкий, застенчивый, нерешительный. Плохие качества человека. Что мы можем сказать о каждой группе? Это слова близкие по значению. Их можно заменять друг другом. Вспомним, как они называются. Синонимы. Синонимы могут быть не только имена существительные, но и имена прилагательные. Синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое значение. Они могут заменять друг друга по значению. Выполним следующее упражнение. 155 из учебника на странице 90. Найдем в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. Что у нас получилось? Муравей маленький, а слон большой. Уголь черный, а снег белый. Дорога широкая, а тропинка узкая. Перец горький, а сахар сладкий. Мы с вами нашли и выделили в каждом предложении противоположные по смыслу имена прилагательные. А как называются такие имена прилагательные? Антонимы. Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию, имеющие прямо противоположное значение. Обратите внимание, при сравнении двух предметов используются имена прилагательные, которые описывают предметы с какой-то одной стороны. Они могут обозначать признаки либо по величине, либо по цвету, либо по вкусу. Например, маленький, большой, светлый, темный, горький, сладкий. Давайте выберем имена прилагательные, близкие данным по значению. Синоним. Что у нас получилось? Следующее задание. Найдем и выделим имена прилагательные, противоположные данным по значению. Антонимы. Какие же мы слова подобрали? Что у нас получилось? Темный – светлый, дорогой – дешевый, добрый – злой, трудолюбивый – ленивый, грязный – чистый. Вспомним, какую тему мы сегодня изучали. Синонимы и антонимы. В какой части речи имен прилагательных. Вспомним, синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое значение. Они могут заменять друг друга по значению. Например, большой, громадный, огромный. Какие прилагатели называются антонимами? Антонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию, имеющие прямо противоположное значение. Например, черный – белый, маленький – большой. Перейдем к домашнему заданию. Упражнение 156, страница учебника 91. Прочитайте, придумайте первую часть сравнений. Для этого подберите подходящие по смыслу имена прилагательные. Например, какой? Кислый, как клюква. Запишите сравнение и вопрос, на который отвечает каждое подобранное вами имя прилагательное. Наш урок окончен. Спасибо за внимание. До свидания. Здравствуйте, дорогие второклассники. Давайте вспомним, как называется раздел, который мы с вами изучаем. Все верно. И в шутку, и всерьез. Вы прочитали уже некоторые произведения. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, почему писатели и поэты пишут шуточные стихи и рассказы? Ну, конечно же, для того, чтобы развеселить читателя. Закройте глаза и представьте, что вас обвивает теплый ветерок, придает бодрость, заряжает энергией и будет ваше воображение. Откройте глаза. Я прочту вам стихотворение, а вы послушайте и угадайте, о чем пойдет речь на уроке. Загораю на траве, сто фантазий в голове. Помечтай со мной вместе, будет их не сто, а двести. О чем будем говорить на уроке? Правильно, о фантазиях, о мечтах, о выдумках. Так, а что же такое фантазия? Какой синоним можно подобрать к этому слову? Верно, воображение. А любите ли вы фантазировать? Конечно, кто же не любит? Сегодня мы познакомимся с произведениями замечательной поэтессы Ирины Петровны Токмаковой. Становиться писателем и поэтом Ирина Токмакова не собиралась. Она работала переводчиком. Однажды ей подарили книжку детских песенок на шведском языке. Она перевела их для своего сына. А муж увидел эту книгу. Он был художником-иллюстратором и решил нарисовать к ней иллюстрации. Так появилась на свет ее первая книга. Ирина Токмакова писала не только стихи, но и рассказы, повести, сказки и даже пьесы. Герои ее стихотворений очень внимательны к окружающему миру. Они добры, справедливы, фантазеры и выдумщики. И очень любят играть в слова, повторять их, прятать слова друг в друга, придумывать новые. Вот о таком и пойдет речь в стихотворении Плим. Перед тем, как мы прочтем это стихотворение, давайте с вами поиграем в игру. Я буду говорить, как используется предмет, а вы отвечаете, что это. Этим предметом чистят зубы. Верно. Зубная щетка. Этот предмет раскрывают над головой, когда идет дождь. Правильно. Зонт. А этим предметом играют в футбол. Конечно, это мяч. Как вы догадались, о каком предмете идет речь? Совершенно верно. Ведь каждое слово имеет свое значение. А что означает слово Плим? Мы не знаем. Так вот, давайте прочитаем стихотворение Ирины Токмаковой Плим. Ложка – это ложка, ложкой суп едят. Кошка – это кошка, у кошки семь котят. Тряпка – это тряпка, тряпкой вытрут стол. Шапка – это шапка, оделся и пошел. А я придумал слово, смешное слово Плим. И повторяю снова Плим-плим-плим. Вот прыгает и скачет Плим-плим-плим. И ничего не значит Плим-плим-плим. Какое слово придумал мальчик? Он придумал слово Плим. А что мальчик говорит о значении этого слова? Верно, оно ничего не значит. А часто ли вообще встречаются такие слова, которые не имеют никакого значения? Нет, это бывает крайне редко. Например, в считалках. Ребята, а как вы думаете, чем мальчик занимался, когда придумывал это слово? Он играл. А как вы можете описать мальчика? Какой он? Он веселый, выдумщик и любит играть в игры. Как вы считаете, какое чувство передается в этом стихотворении? Грусть, веселье или радость? Конечно же, веселье и радость. Потому что всем весело и радостно от такого коротенького и непонятного слова. Какие строки нам это подтверждают? Смешное слово. Прыгаем и скачем. Давайте послушаем следующее стихотворение, которое называется «В чудной стране». В чужой стране, в чудной стране, Где не бывает тебе и мне, Ботинок черным язычком с утра лакает молочко. И целый день в окошко глазком глядит картошка. Бутылка горлышком поет, концерты вечером дает, А стул на гнутых ножках танцует под гармошку. В чужой стране, в чудной стране. Ты почему не веришь мне? Кому обращается Ирина Токмакова в своем стихотворении? Она обращается к нам, к читателям. А вы ей поверили? Нет, конечно. А где может находиться такая страна? Эта страна может находиться в снах, фантазиях, воображении. А что необычного происходит в этой стране? А необычно то, что ботинок лакает молоко, Бутылка поет, а стул танцует, Картошка выглядывает в окошко. А на самом деле такое может быть? Конечно же нет. Можем ли мы сказать, Что в этой стране живут сказочные герои? Конечно можем. А вы обратили внимание, Что при чтении стихотворения Мы произносим в чудной стране, А не в чудной. Почему так получается? А оказывается, Что в любом стихотворении нужен ритм. Это одно из средств выразительности. Ритм – это равномерное чередование Повторяющихся единиц. В стихотворении – это ударные и безударные слоги. Ритм помогает прочитать стихотворение Красиво и выразительно. Давайте вспомним, Как называется еще один литературный прием, Когда неодушевленные предметы Начинают оживать. Конечно, это олицетворение. В этом стихотворении Автор использует еще один литературный прием Скрытого сравнения – метафору. Подумайте, На что похожи описываемые предметы? Можно предположить, Что бутылка похожа на певицу, А стул на танцора, Ботинок на кошку или щенка, Картошка на бабушку, Вот такой прием Погружает нас в мир фантазий И позволяет представить Неодушевленные предметы Одушевленными Наделить их живыми качествами Способностью смотреть, Слушать, говорить И выполнять различные действия. Вот с такими Забавными стихотворениями Мы с вами сегодня познакомились И узнали интересные факты Из жизни биографии Ирины Токмаковой Домашнее задание Страница 153-154 Выразительно прочитать стихотворение Урок окончен Спасибо за внимание Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин